чик-чик привет это канал о моде и стиле гоши карцева а я кто правильно гоши карцев сегодня мы пригласили главных светских персонажей москвы и проверим их так сказать навшивость смогут ли они отличить дорогое от дешевого у нас есть эксперт по этикету вы спросите при чем тут я как бы гоша карцев и этикет я если честно не знаю но это шоу ты модель или подделка поэтому не переключай канал меня вообще видно хоть интересно вам или нет редкий активный деятель московской тусовки слава джи разбил много сердец и мое тоже говорят если его вывести с патриков то пруды высохнут джастин бибер нет лёша теревков пьет кровь девушек которые повелись на его идеальный пресс и именно поэтому уже 10 лет визуально не меняются если у вас нет фотографии от алены чендлер значит московской светской хроники вы не имеете отношения если бы все были такие замечательные в садовом кольце как она смелости таши можно позавидовать ее внешний вид вишенка на бокале любой вечеринки артистка с большой буквы т муси-пуси муси-пуси это плосков петя любит сильно выпить ну и так далее ищите меня у него на канале я там толще но слаще меня зовут слава я сижу на стуле я думаю что когда я рядом с георгием карсом нахожусь я весьма светский персонаж я ни разу не эксперт светской воде но в светской еде возможно чуть чуть больше чем воде я лёш тревков я девочек хороший я из мира блогинга вечеринок ивентов гест-листов друзей общения и не эксперт потому что кто такой эксперт светской жизни я знаю многих но я не эксперт всем привет меня зовут алена чендлер я фотограф а также снимаю самые главные светские вечеринки москвы на полароид привет меня зовут даша я занимаюсь всем я считаю себя творческим персонажем снимая видео пишу стихи фотографирую рисую короче все делаю чтобы руки не скучал всем привет меня зовут петя я люблю выпить шой блогер продюсер и вообще не светский персонаж ну да я я вел конечно премию гламур я тусовщик я люблю тусовки но я мне кажется светский персонаж это не я я алкоголик приглашенный эксперт сегодняшнего выпуска наталья карпова блогер журналист и пропагандист этикета ну или пропагандистка почему ты решила нести в масс этикет хороший вопрос почему же я действительно так решила мне кажется сейчас идет некое возрождение светского общества в россии светское общество молодеет но к сожалению после революции выкручиваем был весь этикет книги жглись нещадно и сейчас мы испытываем острую необходимость в том чтобы в нашем обществе было не только красиво но и комфорт этикет это про комфорт этикет это прежде всего про комфорт общение людей в обществе друг с другом взаимодействие воз 623 рубля святой источник 41 рублик передо мной два стакана воды с виду они одинаковые какие-то слишком простые вещи для первого задания это вода причем блин она она реально разная про воды есть рассказать или посмотрим пока про воду мне лично есть что сказать потому что я могу отличить воду хорошую от плохой и муж всегда мне говорит боже как тебе тяжело живется а я ему говорю ты бескрылое существо потому что он не понимает вот этих всех оттенков на такие у нас личные моменты всех полутонов нюансов а мне прекрасно живется по это единственное я не люблю и вкусную воду я люблю вкус попробуем левый правый от вас великолепно 1 я очень много матерюсь я воздержусь у это я чувствую вкус какой-то у этого вкуса особого нет мне кажется если у воды нет вкуса то нормальная вода вообще вся вода вкусная знаете она полезна и вкусная я понятия не имею вообще по вкусу они абсолютно одинаковые но на самом деле они по-разному выглядят потому что одно есть какая-то как будто бы минерализация потому что здесь пузыри на стенках мой выбор вот эта вода как она вот вот эта вот херня который ты мне давал но негазированная слышно вот эту водичку я выпила целиком потому что она какая-то полегче полегче немножко я считаю что вот это подарок жаль конечно ошибиться сразу же не признав воду по лучшего качества но как ее распознать то учитывая что я пью с утра воду из-под крана мне кажется что вот это она дороже почему ответа нет но я голосую за левую сторону а где у нас воз как говорят молодые реперы в бланке все правильно слушай мне понравилось вот этот стакан больше это были пузырики которые мне изначально но чуть-чуть смутили я наверное пил бы вот эту воду пожалуйста не говори что она из под крана я умоляю о вот чуть-чуть я значит о светской жизни знаю я считаю что это вода дороже но когда я на нее смотрю не похоже люблю ошибки и буду на них учиться сейчас видимо с водой мне кажется не совсем показательно потому что есть просто такие вот немножко ку-ку как я которые различают вкус воды а есть те которым все равно вода и вода по цвету и запаху ее практически нельзя отличить можно ли определить человек светский или там вы из какого-то общества если он понимает что перед ним невкусная вода или это бред я думаю что это не связано никак не с самим человеком связано с его индивидуальными особенностями вкусовых рецепторов не более того есть просто вкусные есть невкусные моет они моет 3299 рублей золотая балка 359 самый главный напиток светской вечеринки передо мной шампан бокалского это моя тема уже пошла так шампусик я вообще не понимаю почему почему мы начали не с шампанского это же вообще первое что подают на светских вечеринка или у нас не вечеринка сегодня непонятно ну это что это игристое да если мне не изменяет память не говорю что должно быть больше маленьких пузыриков такие не толстые такие тоненькие тоненькие первое на что мы обращаем внимание когда нам подают бокал шампанского это на игру пузырьков в бокале называемый перляж как говорят специалисты это слово французской не смейся и они должны идти от центра бокала к выходу соответственно и должны быть тоненькими чем меньше вот эти жемчужинки тем лучше я точно знаю что вот эти вот пузыри которые идут снизу вверху их там количество и и для это все это все это все значит и все говорит о качестве шампанского а как надо водку по этикету пить есть какой-то хороший вопрос да просто просто раз и выпил и выпил да ну не вот это вот когда вот это вот занюхал с ножа гаша ну ощущение как будто я лечу в англию и на последние гроши купил себе бизнес-класс в аэрофлоте и вот там такой же стаканчик и я такой типа мать я модный пиздец здесь я чувствую и сладкий вкус и алкогольный вкус и когда подносишь стакан к носу алкоголем отдает для блеска в глазах нужно попробовать да слушай удивительно не могу понять разницу но почему-то вот это кажется более сухим более кисленьким это более сладким нифига справа не брют и какое-то дешевое шампанское не знаю наше российское да блин я знаю это шампан это мы шандом по моему ну я могу ошибаться но я короче его знаю кайф а справа блин какое кайфовое справа оно такое мягкое крутое а я считаю что слева был дороже мое был блин я говорю что мой вкус алкоголик все-таки понимаете вот выиграл человечек слева это моя лучшая шампанское вот это наверно подороже потому что она кисленькая светская жизнь дала свои плоды это менее вкусно я считаю что вот этот вот этот шампайн надо пить или что это игристая потому что он горький неприторный я не чувствую отдельно алкоголь и что-то и надеюсь я сейчас не попаду в просад вот этот да нормальный моет дальше вот это сто процентов дороже значит я все-таки игристая и что-то в этом шаре окей интересный факт о шампанском почему во всех дорогих отелях как правило завтраки подают шампан почему именно шампанское потому что считается что один бокал шампанского активизирует работу мозга стимулирует мозговую деятельность ну в общем я конечно не доктор но слышала такой слой мы не пропагандируем алкоголь для блеска глаз икра ситрова 6290 рублей икра палтуса 329 рублей и кока главное блюдо светской москвы передо мной черная икра на завтрак на обед и на ужин а что это игра игристая игра вообще его ты супер во вот в этом я вообще не шарю то есть я вот из тех людей которые черную корочку не знают совсем вот я не не элита и не лакшин а ты можешь так по виду да да однозначно могу конечно скажи вырежем если нет справа настоящая черная икра слева нет но которая зеленоватым оттенком это настоящая вот эта черная нет то что на минуту черная форма икринок другая и правильно черный экран она не должна раскидывается на такие маленькие над больше целым куском как блин она даже по виду супер разная вот это как будто не черная икра крат цвета хаки а вот это вроде как черный но скорее всего дешманская ой мне вот не нравится вот эта вот жидкость это точно да не икра ну не ну это же не к вот а можно мне воды пожалуйста на самом деле друзья интересный факт чем дороже икра черную тем она светлее самая дорогая икра это икра сетра альбиноса она стоит каких-то невероятных денег и она по цвету такая светло-бежевая черная икра белая ну в общем да прикол и кстати чем чернее икра это значит осетр был моложе и в общем то она не самая вкусная блин вкусно слушай на вкус красная икра только гуще для тех кто не понимает как это по вкусу так это надо ложку до съесть это можно мы съем ложку пожалуй очень мало черную никогда даже не пыталась не подходила к ней даже если ела я не помню значит это было после игристого надо было кажется водки начинают ложь вот это было бы передача на по какому пардон принципу я выберу что болот икра болотного цвета победила потому что она как будто не черная как будто ей грустно и типа она должна быть вроде черной но она такая типа белая ворона в обществе черных и корок а это ну типа черная поэтому я считаю что вот этой надо отдать первое место поддержать ее так сказать угнетенное состояние а вот эту мы оставим для другого сообщества вот вот это выиграла вот не казисто выиграла маэстро я выиграю я вот ставлю что вот это да черная икра нет серьезно вот эта черная игра но тогда минус я ставлю это черный дорогой крия потому что вот это вообще не слова отвратительно выглядит я выбираю вот этот вариант потому что мне кажется это натуральный и настоящий привыкла видеть именно такой вариант по светских мероприятиях москвы я считаю что эта игра дороже более черная я считаю что вот эта икра дороже сколько она стоит 320 рублей а вот это идите в жопу я правда считаю что она переоткнена крест и красный ребят я тоже люблю красную но лучше с черной вот прям и знаете еда по-македонски есть стрельба по-македонски а тут в одну руку красная черная макалан 18-летний 12 тысяч 599 вильям лоусом 999 тоже мне принесли сегодня бухло то это с колой что ли гашан меня ждет что-то шедевральное господи боже это чай подожди это кока-кола а не как я должен отличить кола все убивает как пахнет роллинг-стоунсом это 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 пепси или кола вопрос такой почему именно мы такой а что там виски или ром виски а потому что когда ты приходишь бар в москве а есть же разная цена на коктейли он прав кола все нивелирует но тут вопрос то что ты можешь выпить и за 150 виски кола а можешь выпить за полторы в москве есть какие-то вкусы не почувствуешь поэтому не платить больше вон и типа из этой истории вот именно в коктейле потому что виски это уже понятно там подключаются другие важные моменты как ты будешь себя чувствовать после это правда чем хуже дистиллят должен быть качественным потому что виски дистиллят ну виски можно назвать дистиллятом ну это скажем так самогон своего рода я очень условно сейчас выражаюсь но в любом случае нужно пить качественную воду есть качественную икру и пить качественно виски ну и шампанка там типа разные виски или разная кола гашан ты дару миксолог из тебя так себе пахнет вечеринкой там и там я предполагаю что во первых кто-то пил из этого стакана это уже минус а я не из тех кто как бы это мне насрать родной джимбимчик прям чувствуется мне это не джимбим ну короче это какой-то да или баллентайнс или джимбим но что-то попроще ну я окей давай послушаю я вообще не чувствую разницы никакой честно но здесь налито больше алкоголя здесь больше потому что я чуть не поперхнулся поэтому я голосую за этот и думаю что он дороже я угадала потому что там алкоголь больше не логично что он дороже но разницы 0 так как я не разбираюсь в напитке виски кола я просто выберу полегче но полегче может быть я считаю что он подороже да дороже ну вот как-то на ощущениях на ощущениях все приятнее но это может быть плохой алкоголь но его пить приятнее плохой алкоголь специально делать чтобы ты его пил больше вот это ой помада осталась вот это я выбираю что это дороже я уже не знаю почему пузырьки вот эти вот сказали внутри мне так сказать ну интуиция у меня классная самом деле если я слушаюсь она хорошая ну короче у этого коктейля у меня родной запах прямо не знаю дороже это и дешевле но я это точно регулярно пью я думаю что вот этот но лоусон неплохие он не такой яркий алкогольный привкус прикол теперь буду лоусон избрать но вы только не уносите пожалуйста бокальчики хорошо мой сугубо опыт мне почему-то навязывает мысль что дорогой алкоголь не пахнет теперь но у него не такой ярко выраженный запах еще очень многое зависит от бокала виски подают в роксах да то есть для того чтобы напиток определенным образом раскрывался то есть алкоголь в алкоголе есть всегда просто вопрос правильной подачи посуды в правильной посуде мы не слышим эти спирты в неправильной соответственно они выходят вперед вот и все а если вот они одинаковые может такой быть вероятно что пахнет по идее количество алкоголя во всех крепких напитках алкогольных она одинаковая поэтому по идее не должно быть какой-то сильнее ну может быть вот эти эфирные масла выдержка то есть чем старше напиток тем соответственно дороже тем и дольше выдерживался в частности виски в этой бочке дубовой но я не сильно в крепких алкоголях поэтому думаю что не должно быть сыр с плесенью 3 тысячи девятьсот девяносто или девятьсот девяносто что за дерьмо я не светский персонаж когда тебя нет рядом гоши не могу отличить сыра еда сыр с голубой плесенью люблю такой сыр открытой это я вообще не эксперт вообще мимо моего рта всегда было то есть она не заходила в мой рот и гейт сыры сыры обожаю люблю сыр с плесенью шикардос вот когда очень часто подают разно разно вообще еда finger food на на вечеринках это мрак я тоже не люблю я обычно это что-то что очень часто не очень хорошо пахнет потом изо рта да да вот например как сыр или хамон или сыр поэтому для брекетов это моих вообще хамон это ад здесь я всегда отталкиваюсь от своего внутреннего чувства комфорта и я не хочу чтобы люди которые со мной близко разговаривают в формате small talk они чувствовали что я ела до этого поэтому я стараюсь выбирать продукты которые не имеют яркого запаха вкуса то есть может быть какие-то овощи фрукты и легкое что-то такое чувствую что консистенция так себе на на вкус приятненько я сыр люблю а вот здесь больше плесень и она такого цвета лазурной морской волны так распознать наверное будет непросто сейчас на вкус попробуем хоть сыр и поем но это очень сильно воняет не очень ярко выраженный запах и прям такое очень много всего там очень много воняет очень много ароматов а этот совсем не пахнет просто без запаха здесь как будто нет плесени а есть а есть плесень она такая цвета лужайки у мамы на газоне то есть это выглядит более благородно и кусочек побольше такой ширпотребный сыр аля президент а вот этот и ты в азбуке купил на развес он поэтому такой чуть более не похожий на привычный сыр с плесенью логи логику меняем и просим вот за это вот за вот это так давай что там дальше у нас тащи еду ну да я не буду я не стану пробовать я выберу вот этот на внешне вот этот мне больше нравится не а ну ладно давай попробую тогда этот по воздушнее выбираю вот этот фуршеты светской москвы сделали свое дело можно угадать какой сыр бесплатный сыр только в мышеловке но этот дороже нет черт они обманули вас я думаю что это наверное российское производство а вот это я думаю что какой-то европейский сыр дорогой-дорогущий вот это мы вот это три тысячи стоят если у меня у меня в голове есть такое предубеждение что мне кажется что ты должен быть разбираться в продуктах если ты образован и хочешь быть светским персонажем ну грубо как какая такая мысль понимаешь что ну сыр вот этот нужно как бы в нем шарить как это такая ну естественно если например я не люблю сыр с плесенью то в нем сложно разбираться ты просто не любишь этот продукт и ты не хочешь о нем разговаривать как говорят французы если за столом не о чем поговорить из продуктов значит и в принципе не о чем поговорить но у французов к счастью столько много сыров что можно говорить бесконечно и любых сортах и разбираться и обязательно найти тот который будет интересен и который будет нравиться лично тебе я спокойно к блючизом и ко всем вот этим и там и горгонзолы и все вот это вот поэтому нравится ешь не нравится не ешь разбираться в том что тебе не нравится не обязательно это супер игра почему непонятно трюфеля 1146 рублей или 309 ого вы решили поразить меня своим трюфелем один как бы очевидный уродец но это не говорит о качестве и вкусе трюфеля на самом-то деле вот это похоже на конфетку из пинча я такую каждое утро я мне кофе дают а вот это похоже на трюфель фабрики каркунов этот трюфель же называется так как это едят вообще как нужно есть шоколад правильно его нужно не кусками прям есть да аккуратно кластик в рот прижимать языком к небу и чтобы прочувствовать вот эту многогранность самого шоколада нужно делать это вот так растасывать получается да а как где мы можем столкнуться шоколадом просто если шоколадку купил нет ну почему иногда бывает чаепитие где на таких красивых этажерках выставляют шоколадные конфеты захочу я конфетку сейчас как это называется кто не знает это трюфель или чё слушай был бы я трюфельной шоколадкой я бы хотел быть вот этой наверное но возможно вот это лучше я не знаю как должен выглядеть трюфельный шоколад честно не ем я его понятия не имею этот как будто реально он был знаешь такой завернут как эти шоколадки кис у него еще хвостик такой торчит из из этой из вершинки и там написано типа i love you или какая-то такая сладкая хрень а это прямо такой серьезный шоколатье его явно делал форма не важна важно содержание поэтому он фи в форме какашки но вкусно я вот за это проголосовал аллилуйя боже перед мамой не стыдно будет ну давай вот этот покруче вот этот попроще честно я бы выбрал вот это потому что вот эта шоколадка у меня больше ассоциируется с трюфельным с трюфельной фантазии я выбираю вот эту конфетку он со мной говорит и говорит я хочу быть более дорогим врядом хороший ты я думаю что это дороже и это мой выбор бельгия конечно наверное а это какая-нибудь российская правда щедро душа остается как себя вести если вы отпадали конфетку вот часто же кладут кофе как идеале конфета должна быть ровно такого размера чтобы аккуратно отправить ее в рот не откусывать потому что бывают жидкие центры конфеты чтобы этого не происходило она должна целиком помещаться в рот ну собственно раз все я просто беру руками чуть-чуть подождали пока она немножко подтает да потому что ворочить языку языком это не очень красиво то есть она немножко начинает таять растекаться и потом уже с ее можно аккуратно проживать я сделал вывод чем и форма тем дороже содержание можно жматом ругаться на светскому рис и персонажу важно разбираться в мимике и физиономии ну чтобы с правильным видом употреблять содержимое бокалов важно что важно важно отличить хороший шампайн от плохого хороший невкусный плохой сладкий и вкусный вот на мероприятии это важно ну и по воде да вода и чем меньше какого-либо вкуса при ну с водой тем нормальнее это вода не пейте но если пьете то не паленая и редко редко но весело и не просто так от грусти не пейте не стоит это того посмотрите мультик но просто наслаждайтесь какая разница какие продукты главное кто с вами проводит время типа если выпить на голодный желудок то дальше веселее вот что я поняла пожелание по жизни извольте обнимать только любимых и есть только самое вкусное мне нужно чаще ходить гошу карцева на поэт я у икру поел прикиньте ребят икры черные и не переплачивайте просто если вы не разбираетесь в этом это глупо можно заплатить большие деньги за то что вам реально нравится то есть если вы понимаете если вы понимаете разницу да но просто понтануться перед друзьями это типа говно какое наставление мы можем дать начинающим все таки персонажам или людям которые хотят разбираться в этикете друзья самое главное запомнить одну вещь этикет это не драконовские нормы это не нафталины ты не учебники вот такие вот это желание жить в комфорте в комфортном обществе которое мы создаем сами поэтому по-человечески относимся друг другу это наверное самое важное не хрустеть не ковыряться в носу вот это все тоже важно а какой вывод из этого видео ты сделала то есть были скрыта новинки для тебя или ну или просто вот вопрос выпендриваясь выбором спецификой продуктов важно ли цена я считаю что нет если ты действительно искренне что-то любишь то ты будешь это употребляет ты будешь делиться своей радостью от употребления еды эмоциями заражать людей может быть подсаживать их на свой особенный вид кайф наверно так можно сказать цена это не главное если ты не проказаться а пробыть это неважно нужно уметь держать лицо на светских мероприятиях но также можно и нужно уметь отдыхать душой близкой компании вот я например недавно была на кавказе как же там классно эти хачапури прям вот так какой этикет когда у тебя сок вот так вот течет это даже вкусно поэтому друзья этикет это не про вот эти бесконечные нормы не про училку это просто про комфорт наш с вами главное чтобы просто я круто развиваться и в частности и мне и узнать что-то новое про поведение если тебе это интересно это важно да но при этом не нужно превращаться в человека который боится сделать какое-либо движение потому что побоится показать ну с того самого критика из мультика рататуй все мы его помним что произошло в конце когда он попробовал этот рататуй настоящий он забыл про все свои нормы этикета он сидел и наслаждался продуктом потому что он его действительно любил а когда ты фальшивишь но люди это всегда чувствуют поэтому будем честными с собой и с окружающим и надо пересмотреть на видео мультика да он классный все спасибо большое вам друзья пока а